Вот это драка была. Думал, каюк. Как аппарат? Мирова. Захожу ему в хвост, а он сзади как елки-палки, хвостом помахал, только и видел. Но, между прочим, Иван Фёдорович, сбивать самолёты противника это не подвиг. Это, так сказать, обязанность истребителей, наши будни. А вот что ты видел? В бою? Ну да. Не подсказывай. А, это ты, Сергей? Он приказал мне водить всех. А я ведь ведомый. Я не должен был оставлять его одного. Не казни себя. Приказы надо выполнять. Знаю. Иди на ужин. Макарыч, принимай аппарат. Во, махнул не глядя. Можешь за хвост подержаться, дракон уже не кусается. А я для нашей девятки, что цера выбил. А девятка тю-тю. Все прилетели? О. Так чего ж ты, мрачный? Так чего ж ты, мрачный? Девятку жалко. Товарищ командир, при выполнении боевого задания был сбит. Через линию фронта не дотянул, плюхнулся. Выручила пехота, выручила пехота, как раз атаковали. На аэродроме подскока ребята мессер подарили. Новенький. Здорово, батя. Здорово, черт везучий. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. От винта. А по шее не хочешь? Ой. Извините, товарищ капитан. В гвардии, капитан. Так точно. В гвардии, товарищ капитан. Здравия желаю, товарищ командир. Тренируешься? Так точно. О. Развивает вестибулярный аппарат. Тренируйся. Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно, но музыкантом быть обязан. По-моему, он с мухами. Что-что? Какое училище? Дутар. Оренбургское училище. Товарищ капитан, Дутар. Я его с собой привез. Арфа. Но музыку не терплю с детства. Тем более война. Война это все приходящее. А музыка вечно. Тоже говорил мой папа. Между прочим, выдающийся профессор-палеоботаник. Из вундеркиндов, значит. А я, между прочим, не в филармонию пришел наниматься, а драться. Все. Выли через 12 минут. Пацанов не брат. Бой идут одни старики. А мы? Возьмите и нас. Не подведем. Да не спеши ты. На твой век хватит. Как аппарат? Что с пушкой? Позыва оружейника была в порядке. Товарищ командир, задание вып... Потом. Потом. Почему вышел из боя? Опять заклинило? Заклинило. Подавай в трибунал, командир. Алешка. Пушка-то в порядке. Ты выстрелил. Все, до железки. Ну, ладно. Ладно, Макарыч. Что, пощипали? Хуже. Очнулся. Бой черти где. А я вывалился. Наверное, выжить хочу. От войны не уйдешь. От себя не уйдешь. Вот что страшно. Подавай в трибунал, командир. Вот рапорт о списании. Куда? В пехоту. К чертовой матери. Штрафбат. К чертовой матери. А кто ж сбивать бубновую будет? Я с желторотиками, да? Вот это все, что я для тебя сделать могу. А помочь... Знаешь, Серега, в жизни бывают минуты, когда человеку никто, никто не может помочь. Рождается сам. И умирает сам. К чертовой матери. К чертовой матери. Кругом, чертовой матери, чтобы я тебя не видел. Куда ж лететь-то? Вперед на запад. В такую погоду. Макарыч, в ставки Гитлера ходят упорные слухи, что некоторых советских соколов, некоторые несознательные механики перед боевым вылетом крестят. Ставки Гитлера все малахольные. Простите, это почта? Или военторг? Заблудились, девочки? Ой, собачка. Здороваться надо, мальчики. Здравствуйте. Идем. Существенное замечание. Товарищи летчики, ставлю всем на вид. Ясно, командир? За мной. Раз, два, взяли. Ну? Пардон. Извините. Это дело мужчин. Иван, работай. Есть. Работай. А все ты мне, милый друг, доложил. Все. Табак хороший. Хороший. А дальше? Слушай, а ты представляешь, как в оперете танки, а вот этот на белом коне так не ручкой. Ну, ты... Ну, я разочек махнул. Слушай, ну, надо же было наказать. Это не 41-й. Тебе было приказано не раскрывать себя. Так хрен с ним. А что же он как на белом коне еще так... Я тебе эту белую лошадь еще вспомнил. Дорогие гости второй эскадрильи, прошу в малый зал нашей филармонии. Занавес. У второй поющей другой профиль. Мы считаем, что песня как география. Вот Зоечка из Сибири. Край суровый, могучий. И песни такие же. Ревела буря гром грим. Воно. Грузия. Горы. И ритм такой кавказский. Воно. Ну, а я из Таврии, юг Украины. Степь ровная, как стол. Колись тут чумаки по сель ездили. На чумацкий шлях поглядаючи. Млечный путь по-русски. И песни такие же бесконечные, как степь. Ой, у Лузи, Лузи, червона колына. Ну, вы понимаете, что это не вокал, это эскиз к вокалу. И вот теперь вы услышите лучшего солиста, первого украинского, бывшего ронежского, будущего солиста Большого театра. Очень большого. Очень большого театра. Старший лейтенант Скворцов. Ничьяка месячна. Командир. По техническим причинам отменяется. Как-то летом на развете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Станем над рекою, зорьки летние встречать. Раскудрявый клён, зелёный лист резной. Я влюблённый и смущенный пред тобой. Клён зелёный, да клён пудрявый. Раскудрявый резной. Раскудрявый клён, зелёный лист резной. Я влюблённый и смущенный пред тобой. Клён зелёный, да клён пудрявый. Раскудрявый резной. Раскудрявый клён, зелёный, да клён пудрявый. Раскудрявый клён, зелёный, да клён пудрявый. Ромео из Ташкента загрустил. Джульетта в кукурузнике умчалась. Товарищ лейтенант, перестань, пошли. Тебя я понял, умолкаю, не то по шее получу и подвиг свой не совершу. Слушай, я не знаю, какой мы с тобой подвиг совершили. Но то, что эта девочка на войне, это... А твой узбречёнок церквей. Подожди, он ещё солистом будет. Поживём, увидим. Что они делают? С ума сошли, что ли? Отвернуть! Титарянка, отвернуть! Он что, чёртнутый солист твой? Девятый на посадку. Выходит, я к тёще на блины летал, а вам липу сунул. Ну не могли же они сквозь землю провалиться, эти проклятые танки. И отвезти их не могли успеть. Через час доложу, разрешите вылет. Ну ладно, вылет, вылет. Так где же они? Разрешите вылет. И прикажите установить на мессере фотоаппаратуру, если вам моего слова мало. Ух ты! Держи. Для чего? Эх, жаль, сильно маловато. Жрёт много. А у вас? Че нас так? Звёздочка, звёздочка, я маэстро, маэстро. Утюги на месте, замаскированы подкопные, сарай подкопный. Квадрат 19, как понял? Понял, понял, маэстро, понял. Квадрат 19, как понял? Понял, понял. Привет соседям. Ну, как у тебя там? Как у тебя там, маэстро? Всё нормально, падаю. Ребята, я же свой советский. Ах, значит, свой советский. Макарыч, принимай аппарат. Во, махнул, не глядя. Извини, танка не было. Кто? Смуглянка. Как это было? Отрабатывали слётанность в паре. Друг четвёрка фокеров из-за тучи. Я таких и не видел. Размалёванные, с бубновыми тузами. Батя по радио уходить, а куда? Зажали. Друг Смуглянка, прикрой атакую. Ну, пацан, завертелось. Ему б на вираж уйти, он потянул и... Но отчаянный. Ох, и парень. Пока взлетали, фокеров нет. А он бурья не догорает. Его вещи. Есенин. Там гимнастёрка. И тётя Дуся. Его мама. На вокзале, когда нас провожали, все чудили. А Витька повернулся и говорит, вы посмотрите, как сразу постарели наши матери. как сразу. Домом пахнет. Тополь – дерево моей родины. Только они у нас высокие, пирамидальные. А как будет по-вашему дом? Меньше знаю. Севаман. Так длинно? Это по-узбекски. Я люблю вас, Маша. Маша. Мне пора. Ромео! Да. Влетит. Если... Конечно. Ромео! Только ты иди первый. Я не умею оглядываться. Ладно. И ты не оглядывайся. Да. Ромео! Ну, тогда я пошел. До свидания. До свидания. Счастливой дороги. До свидания. Не будем оглядываться. Так и писать? День у вас такой, как у нас. За что поцелуйте? Может, многоточие поставим? Грубо. Дипломатический документ. Казацкое послание султану. Готово! Так, Кузнечик. Переведи на немецкий. Есть. Быстро, но постарайся так, чтобы это был добротный, литературный язык. Готово. Что, вот это все? Ну, остальное переводу не подлежит. Кэмпфы мит мир альайн вэрнде штарц вэрден вэрнц ниг бишисн. Маэстро. Не тянь я, то получишь по шею. Выходи драться один на один. На взлете бить не будем. Маэстро. Ну вот. А целый день писать. Стилист. Не смешно, но точно. После войны редактором будешь. А во время войны летчиком? Товарищ командир, разрешите летать. Потом поговорим. Давай, старый Унк, письмо туда. Серега, вызов приняли. Не отрывайся. Заходим от солнца. Есть. Серега, у меня отказало оружие. Что будем делать? Имитируй атаку. Прикрой атакую. Понял, Леша, понял. Тоже мне рыцарь. Поднимай вторую. Лешка. Месор на хвосте. Леша. Держись, Леша. Держись, Бубновый. Девятый, девятый, оттянись назад твои в воздухе. Понял, батя, понял. Иди, Леша, я их смешу. Лешка, уходи. Нет, теперь мы дуэтом споем, Серега. У тебя же оружие, Лешка. В порядке оружие-то я тебе купил. Я покажу вам педагогику. Да, причесали мы Бубновых. А что? Эта масса меня устраивает. А ты что скажешь о драке Ромео? Я? Да. Бой видел. Все видел. Кресты, 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 кресты. Ну, а сам-то стрелял. А как же? Все до последнего патрона. Вот только все мимо. Мессеры! Юнкерцы! Воздух! Куда, пацан? За мной! В лес! Куда ты? Увничек, ложись! Убьют, пацан! Вернись! Куда ты? От винта! Есть от винта! Он с ума сошел. Слэтео! Слабел! Кузнечик, кемец валим! Кто взлетел? Комес Пситаренко. От винта! Есть от винта! Ребята, ребята, наш кузнечик идет! Кузнечик! Равняйся! И равна равнение на средину! Между прочим, где мои сто грамм за сбитый? Какой сто грамм, дорогой тебе плачка? Сейчас, шарадо! Сейчас, шарадо! Сейчас, шарадо! Я не пьющий, но дело принципа. Молодец! Спасибо! Спас Бог! А сбил, сбил-то как? Ну, чё ржете? Оставь, чё ржете? Учитесь! Почерп! Против всех законов физики для взлёте! Не я выслушайте! А, поволчи! Начальник штаба! Оформляй наградные документы! Не на меня! Это на лейтената Кузнечик! Как тебя? Александров сбил! Кузнечик? Вот именно Кузнечик! Я разыгрываю Кузнечик! Точно, завалил! Ты сбил! Так точно! Я мог бы, конечно, и больше, но вы, товарищ командир, своим нижним бельём распугали всех немцев! Да, молодёжь! Ас! Слушайте, ну мы когда-нибудь услышим лучшего солиста первого украинского! Будущего солиста Большого театра? Так это запросто! Ничьяка месячна, зоряна ясная, Видно, хоть голки сбирай! Выйди, коханая, працею зморено! Хоч на хвилиночку вгай! Ти не лякайся, що нишенький босий Змочиш в холодну росу Я ж тебе, фірная, аж до хатиноньки сам на руках отнесу Я ж тебе, фірная, аж до хатиноньки Серёга, прыгай! Прыгай, Серёга! Ребята, будем жить! Разрешите обратиться по личному вопросу? Давай, Ромео, только быстро, что у тебя? Хочу жениться, прошу разрешить Да! Да! Нет, это ты хорошо придумал Самое главное, вовремя Я знаю, товарищ командир Вы скажете, война, тебя могут сбить Могут! Так ведь её тоже могут сбить! Её могут! Поэтому прошу разрешить! Ну, Ромео, смотри Чтоб это у вас с Машей было на всю жизнь Короткую или длинную, но Ты планшет когда-нибудь заведёшь? Или тебе подарить? Так ведь сапог в бою надёжней Так то в бою На свадьбу позовёшь Рахмат, дёноке Что? Спасибо по-узбекски Будь ласка Не понял Пожалуйста, по-украински Стой! Встань! Слабак! Противник не хочет уступать небо Наша задача сбросить его оттуда Драка будет страшной Сегодня в бой идут одни старики Задание ясно? Поконим, ребята А мы? Отставить! Да не торопитесь, ребята На ваш век хватит Ромео, держи машину Ничего не вижу Держи машину, Ромео Спокойно будем садиться Убери газ Ничего не вижу Командир Спокойно, Ромео Спокойно Сядем Добирай, добирай ручку на себя Внимание, земля Выключи зажигание Молодец, парень Зарвите фонар Доктор Отойдите все Что? Командир Я сел Макарыч Ты уж там сам как-то, Маша Первый скажи Да Улетел девичий полк А может это и лучше Для нее Ромео еще живой Командир Командир Когда кончится война Вернемся мы сюда Пройдем по этим местам Кто остался в живых? И позовем Лучший симфонический оркестр Во фраках Выйдет дирижер Я подойду к нему и скажу Пусть они там Сыграют Нет, ты знаешь Я сам Пусть скажу Извини, маэстро Да, и я И как в ржерам смугленку От начала И до конца Субтитры делал DimaTorzok